Уже не первый год погода благоприятствует увеличению численности, усилению активности клещей. Май 2016-го не исключение. Специалисты призывают проявить внимательность и осторожность при прогулках на природе или проведении весеннеполевых работ. Количество обратившихся за помощью в обречении клещевых укусов в последнее время существенно возросло. Особенно это касается детей. Естественно, нужно прежде всего защищать от клещей детей, нужно помнить о репеллентах. Репелленты у нас последние годы бесперебойно имелись в аптечной сети. Заразиться клещевым энцефалитом можно через некипяченое козье молоко. Поэтому употреблять в пищу молоко козье, продукты из него нужно только после термической обработки. Клещевой энцефалит и лайм-боррелиоз – инфекции, которые при укусе может передать клещ. Причем, если про вред, который наносит организму энцефалит, многие знают, то болезнь лайма почему-то, и, к слову, совершенно напрасно, считается не самой серьезной угрозой. Болезнь-боррелиоз – золотым стандартом этого заболевания является мигрирующая ретема. Через несколько недель, как правило, оно уходит без всякого лечения. То есть человек может, собственно говоря, просто не обращаться никуда. И затем заболевание дальше прогрессирует, и уже наступает вторая и третья стадия заболевания. Это более серьезное поражение. Более серьезное поражение – это, как правило, поражение сердца, может быть, поражение суставов и поражение центральной нервной системы. Удалять клеща после его обнаружения следует быстро и осторожно. Если раньше сталкиваться с данной проблемой не приходилось, лучше получить помощь квалифицированного специалиста, который поможет снять членистонога и подскажет, какие меры профилактики необходимо предпринять, чтобы уберечься от заражения.